здравствуйте в эфире программы городские встречи в гостях у меня сегодня антон князев директор академии тенниса имени николая николаевича озерова антон здравствуйте насколько знаю вот возможно поздравить с тем что директором вы стали буквально на дня спасибо до общества мая вступил в должность в связи с чем это произошло и как вот ваши цели намерения предыдущий директор ушел по собственному желанию я еще раз повторюсь возглавила 6 мая цели естественно работать выращивать детей для сборных для международных соревнований разного уровня ну еще раз повторюсь что сам доволен очень оплыхотел всю жизнь связана со спортом и надеюсь себя как раз в этом поприще сейчас и увидеть ну уверена у вас все получится вот между тем сама академия тоже существует но сравнительно недолго в нашем городе да по факту работы 9 месяцев насколько это вообще масштабная мероприятие даже можно сказать что это мероприятие нашей академии мирового фактически уровня 17 кортов на ней харт грунт 6 закрытых кортов гостиница на 24 номера столовая кафе сауна тренажерный зал то есть футбольное поле также на территории комплекс находится то есть турниры практически любого уровня на ней могут проходить и проходят и будут проходить тренер у нас старший с прошлым профессиональный игрок елена юрина брифовец ныне тренер тоже тренер однозначно с мировым именем то есть она тренировала кирилленко марию то есть таких профессионалов которые играли в это воспитанники также и воспитанницы сейчас самый нам там известная настя гасанова то есть входит в экспериментальную сборную страны по своему году вот выиграл на днях турнир в химках айтех десятитысячник женский и профессиональный турнир ставший там уже пятый в ее карьере ну как будто приблизительно что-то что из себя представляет академия на данный момент насколько знаю проходят масштабные соревнования да очень как бы хорошее соревнование кубок озерова и причем впервые в нашем городе да кубок озера сам по себе проходит 29 раз в нашем так скажем в рязани он проходит в таком формате первый раз он второй международной категории то есть вышел только кубок девицы по сути нет ну это юниорские соревнования но например на территории российской федерации по юношеским соревнованиям это есть кубок ельцина это первая категория и есть вот кубок озера вторая категория и вот проходит он в рязани то есть у нас он представлен сейчас девять стран на нем представлены более 150 участников то есть такое очень большое для города мероприятие солидный турнир а насколько много представителей россии естественно представители россии подавляющую часть конечно представители россии но я еще раз повторюсь что девять стран она вообще изначально как было заявлено спортсмены из 22 стран то есть просто все-таки рязань что-то новое сейчас люди присмотрятся я уверен то есть на будущий год мы этот турнир проведем и будет как бы гораздо больше еще стран у нас на корпус переводчик работает и все как бы по-серьезному так скажем а рязанцы участвуют и рязанцы участвуют да то есть и вас и воспитанники академии участвуют то есть как бы ну турнир еще идет финалы будут в это воскресенье поэтому как бы по результатам более детально там скажем так на сайте академии потом можно будет почитать как рязанцы выступили как посвятники академии выступили то есть а как вообще считаете вот в нашем городе насколько сильно развит этот вид спорта теннис и существование теперь до академии насколько она позволит ну лучше наверное результаты наших спортсменов выйти на какой-то более высокий уровень в любом случае у нас все силы брошены то есть академия была построена в рамках целевой программы то есть как бы наш губернатор олег иванович огромное ему спасибо то есть любит теннис помогает всем чем может также там министр спорта наш татьяна евгений пижонка все болеют душой помогают нам то есть с такой академии я думаю мы десятимильными шагами пойдем в нашем виде спорта и помимо самих рязанских детей которые много туда входят у нас также есть госзадание то есть за рязанскую область сейчас выступают дети других регионов и тренируются у нас в академии поэтому как бы сейчас результаты я думаю будем очень хорошие показывать ну вот вы сказали что это не только да там теннисные корты но еще и гостиницы там можно жить и то есть дети которые сейчас приезжают и выступают потом будут за рязанскую область или сейчас выступают они могут даже жить конечно проживание питаются то есть все замкнутый мы их там оберегаем пылинки сдуваем тренируем то есть как бы все замкнутый цикл насколько много детей сейчас занимается ну вообще по госзаданию как бы те дети которые перспективные которые там кто-то вот я говорю уже представлен там экспериментальной сборной кто-то там по нашему мнению на подходе то есть по госзаданию у нас там сейчас чуть-чуть его сократили то есть будет 33 ребенка и помимо этого также набраны тренера в штат которые тренируют свои группы то есть идеи ну много достаточно скажем про сейчас все у нас забито как считаете в общем-то теннис это достаточно дорогой вид спорта и тем не менее желающих как бы наверное с каждым годом все больше и больше достаточно дорогой вид спорта но опять же оно того стоит в плане призовые тоже сами знаете как бы в теннисе есть листья что-то получается очень большие но отбивается однозначно вопрос в том что мы все равно наша академия делают теннис как бы очень доступным то есть у нас одна из самых низких там аренда про спорта и с тренером и без тренера да и так ну как все доступно по большому счету и мы делаем это еще до стараемся доступнее и доступнее делать вот если кто-то хочет заняться теннисом да ребенок например родители хотят отдать своим малышам в этот вид спорта вот что для этого нужно какие-то навыки определенные у ребенка опять же или просто желание по большому счету желание придет подберем тренера то есть и в путь как борется вот скажите еще более высокого уровня соревнования могут ли проходить в академии и планируется ли могут и планируем но как бы это все то есть календарь на 2017 год пока в обсуждении и мы только за мы проводили клубу кремля в этом году то есть в январе месяц вот сейчас клубу козерова то есть еще там запланирован ряд соревнований а на 17 год как бы хотим сохранить клубу кремля однозначно клубу козерова и как бы еще расширить спектр то есть есть к чему стремиться да есть 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 два порта позволяют почти почти все что угодно проводить ну и скажите насколько например это полезный вид спорта ну помимо того что красивый да в принципе любой вид спорта это здоровье это времяпрепровождение красивый полезный вид спорта что еще не сказать как считаете спортсмены вообще отличаются от обычных людей от других людей скажем так да особенно я думаю нет потому что все дети которые тренируются даже профессионально тренируются обучаются в школе там кто-то дистанционно кто-то там экзамены экстерном сдает но все равно как бы общаются в кругу не только спортсменов а в кругу школы и поэтому все обычные адекватные люди из них вырастают ну что ж спасибо вам огромное удачи и конечно же победа вам академии а телезрителям напомню в гостях у меня сегодня был антон князев директор академии тенниса имени николай николаевич озерова эта программа городские встречи увидимся